добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение торы недельная глава вагера мы подходим к разговору нашего прородца врагама со всевышним всевышний говорит что врагам должен стать народом великим утаю или от врагама что я сделаю говорит ему о том что люди с дома заслужили наказание и аврагам говорит неужели судья всей земли будет поступать несправедливо неужели уничтожишь праведников вместе с нечестивым не может я так поступать мудрецы говорят что врагам такие вещи говорит всевышнему невероятно но он говорит и он просит его пожалеть всевышний слушает аврагама аврагам говорит а если найдешь 50 праведников в этом месте неужели уничтожишь если найдешь там 50 не уничтожил если бы 50 праведников не уничтожил то есть там было пять городов с домом амора адма своим и цар в каждом должно быть по 10 если так то я не уничтожил аврагам говорит а если до 50 праведников не хватит пяти не уничтожил если там 45 всевышний говорит да я договорю всевышний говорит если найдется там 40 все же не уничтожили там 40 право на них едешь на есть найдется там 30 ты сверши на вы и что же же там 30 вам просит такие 20 слышали не уничтожили 20 я говорю лишь последний раз если найдется там 10 свершнил Сказал, ничтожи ради этих десяти. И отошел Всевышний, когда окончил говорить с Аврагамом. А наши мудрецы говорят, чего Аврагам не просят за меньшее число, чем десять? Дело в том, что Аврагам подумал, что в Ковчеге было восемь человек. Наах со своей женой, Наамой, Шемхам и Ефи со своими женами. И даже если там сам Всевышний был. И десяти не было, и Всевышний спас этих людей, а мир Всевышний уничтожил. И поэтому он понимал, что дальше просить уже нельзя. Поэтому так случилось. Потом написано, что пришли два ангела в дом. А Лот сидел у входа в воротах с дома. Что мы знаем? Что в воротах города в то время сидели судьи. И Лот именно ангела видит. То, что видел Аврагам, когда к ним пришли, ему три человека он видит. Три бедуина, обычные люди пришли. А Лот именно видит ангелов. И он говорит, загляните в дом ко мне. И хочет, чтобы они у него остались ночевать. Но очень рискованный поступок. По законам с дома, человек, который у себя разместил путников на ночлег, подлежит смерти. Как он мог так осмелеть? Что это такое? Но мы видим, что Лот имеет дело не с людьми. Он имеет дело с ангелами. И он понимает, что он делает. Он понимает, что он хочет выслужиться. Он говорит, господа мои, заверните. Они говорят, но мы ночуем здесь на улице. Возле твоего дома. Но мы не войдем в дом. Они не хотят подвергать его жизнь опасности. Потому что все-таки ангелы и святые ангелы. Но Всевышний решает, кому жить, кому не жить. Если ангел спасает или уничтожает, что-то делает. Он делает это по повелению Всевышнего. Но Лот их сильно упрашивал. И они зашли к нему в дом. Написано, что Лот испек им опресноке. А что такое опресноке? Это маца. Наши мудрецы пишут, что это был первый день Песоха. Хотя Песох будет через много лет. И эти события происходят намного позже. Но он жил в доме Аврагама. Поэтому он знал, откуда Аврагам знал, что евреи будут праздновать Песох. И о том, что когда они были в разведке с Лотом, когда Аврагаму было 70 лет, когда он заключил союз между двумя половинами, животных он разрезал пополам, не прошел между ними огонь, птиц не резал. И тогда Всевышний показал ему видение. И Всевышний сказал, что потомки твои будут в чужой стране, их угнетать будут там 400 лет, потом выйдут с большим достоянием. И Аврагаму знает отсюда, вот потомки у него должны родиться, так как сказал ему ангел через через год. И тогда, если прибавить 400 лет будет, дата выхода из Египта, возможно, Всевышний сообщил ему и это число, то ли это не стоит. Возможно, отсюда Аврагам это знал и уже начал соблюдать Песох раньше. Когда ангелы пришли к Аврагаму, то он им испек хлеб. Не написано, что он испек о Пресноке. А вот именно о Пресноке. Вот первый день Песоха он печет о Пресноке. Вот так вот. Такое удивительное место. Когда ему нужно было печь о Пресноке, то его жена пошла за солью, у них закончилась соль. Она была жительницей с дома и по закону она должна была сообщить, что ее муж принял у себя путников. И она всем рассказала, что этот ее муженек принял у себя путников на ночь. Их дом окружили люди от юного до старца и начали требовать выведи нам тех, кто к тебе пришел. Мы их познаем. То есть мы их изнасилуем. Этот ужас невероятный. Лот тут начинает проявлять невероятное гостеприимство. Он говорит, вот у меня две дочери, которые не познали мужа, их берите. А этим гостям не делать ничего. Ну это дикое гостеприимство, такое Тора вообще не верит, делать этот ужас. Но Лот требует. Но он не настолько глуп, скажем, какой-то глупец. Нет. Он просто понимает, что святые ангелы не отдадут. Он это хорошо понимает, он знает, что он делает. Он понимает, что ангелы не смогут так отдать его на произвол судьбы. И они уже начали ломать дверь. Ангелы просерли руки, ввели этого человека Лота в дом и дверь заперли. А людей, которые ухода в дом, поразили слепотою. И они измучились в поисках входа в дом. В общем, они сказали, ангелы, что уходите из дома. Кто у тебя здесь, бери всех и уходите. Лот пишется, что пошел к зятям своих, святым своих дочерей. Это у него были две замужние дочери и две, которых не узнал мужчина, они замужние. Он пошел туда, но он показался шутником в глазах зятям своих. И они не стало силен, посмеялись над Лотом. Ну, ангелы стали торопить Лота, взяли его, его жену и двух дочерей, находящихся здесь и вывели его из города. И сказали, идите в горы, не оставайтесь здесь, мы уничтожаем это место. И ангел говорит, что я уничтожаю это место. То есть, вообще, это можно сказать только Всевышний. И ангел говорит, идите. А Лот говорит, вот я стар, и со мной случится беда, вот маленький город, туда пойду. Что есть маленький, город цар. Он был мал годами. То есть, с дома Мора, Адма и Цваим, они были возрастом 52 года. А царь 51 год. То есть, он еще не полностью столько наряжен, какие города, типа, он говорит, ну, они говорят, угождайте в этом и оставайся в этом царе. Но там был город такой же преступный, и Лот не мог жить в царе, и он ушел в горы. А Всевышний пролил огонь и серу с неба и уничтожил с дом, все сгорело. Сера это такая страшная вещь, которая никого не оставит живых. Если огонь не горит, там можно где-то спрятаться, где-то в каких-то местах, но от серы не сбежишь. Этого кистера это ужас невероятный. И дышать его легкие вырывается из груди. Ни в каких ямах, ни в каких подвалах не спрячется. И там уничтожил все. И уничтожил потом город цар. Лот с дочерьми остался в пещере, в горах, и смотрят они дочери его, что Всевышний уничтожил. Они поняли, что больше людей на земле нет. И они решили восстановить человечество и сказала старшая давай, младшая говорит, давай напоим своего отца вином и ляжем с ними, наживем себе потомство благодаря отцу нашему. так они поступили, напоили лота вином, но не написано, что она с ним легла и он не знал, когда она легла, когда она встала. Хотя есть комментарии мудрецов, они говорят, делал вид, что не знал. После этого вторая на следующий день легла, своим отцом то же самое не сделали и так зачали обе дочери лота от отца своего. И когда родились дети, то старшая назвала ребенка Маав, то есть так нагло и назвала, что нажила от отца своего, а младшая назвала Бенами, то есть назвала, не Бенами, назвала его ОМОН, вот так, то есть сын своего народа, что-то она так назвала. Аммонитяне, ОМОН. Вот ОМОН назвала его и за то, что она так нагло назвала, то Маавитяне более народ, который можно просто воевать, а вот против Аммонитян войной не надо идти. Теснить можно, но полностью воевать как-то нельзя. В общем, наши мудрецы разбирают то место, что Маав более наказуем в данной ситуации. Хотя потом мы знаем историю, что не войдут Аммонитяне в собрание Бога, потому что они себя плохо вели, и один нанял пророка Беляма, что проклят еврейский дорог, это был Маав, а ОМОН не встретил нас с хлебом с солью, не дали воды, когда мы вышли из Египта, то есть поступили с нами жестоко, чувство этой жестокости не свойственны еврейскому народу, поэтому они не могут стать евреями, не выйдут в собрание Бога. На сегодняшний день мы даже не знаем какие-то народы, сейчас любой человек может приедет, кто хочет. Но интересно то, что от этого Маава произошел никто иной, как наш царь Давид. Руд, Маитянка, она была внучкой царя Эглона, Айглон был внуком Балака, который пытался с помощью Беляма проклясть еврейский народ, и вот она выходит замуж за Бааза, Бааз не переспал ночью и умер, он уже стариком был, и родился Овет, Овет родил Ишая, и Ишая родил Давида, вот так, потому что мы не можем сказать, что это чисто родословное, вот у нас родословник этот человек, который получился от связи отца с своей дочерью. А на сегодняшний день наш урок заканчивается. Урок был дан за подятие души мою дяги Владимир Бен Григорий, моего брата Павел Бен Ефим, Самуил Бен Герш, Хая Малков от Йосим, Мира Бат Аврагам, Роза Бат Михаэль, памяти Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, Яков Бен Нахум, за здоровье Светлана Бат Клара, Шимон Бен Ицхак, Борис Бен Мария, Анна Бат Ривка, Полина Перв Бат Сойя Сура, Лена Бат Клара, Несса Бат Мэйль, Евгений Бен Берта, Евгений Бат Ита, Фира Бат Анна, Геннадий Бен Елена, Леор Бен Клара, Ольга Бат Светлана, Йосиф Дам Бен Цара, Таня Бат Фрида, Ида Бат Рива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат Белла, Яков Йосиф Бен Рахель, Шимон Бен Мира, Фейга Бат Берта, Марк Бен Нина, Ира Бат Вера, Рафаэль Бен Клара, Хана Цепора Бат Цара, Ася Бат Года, Мазл Барна Са Сгула, Ирина Батури, Орона Ребен Нури, Заросший Дух, Орона Ребен Двойра, Гиз Бен Ахум, Амигаль Бат Цара, Пророса Ибрют, Владимир Бен Рая, Марина Бат Рая, Борис Бен Марина, Всего хорошего, Олега Умарченко, Всем Проха Пророса, Каванам Мазл, то, что мы это время не крешили, читали Тору, всем все самое наилучшее, всем желаю крепчайшего здоровья, и пусть закончится страшная война, чтобы всем было все хорошо. Шалом, до встречи, которая, надеюсь, состоится завтра в 15.30.